Не правда ли? Красивая, качественная работа. Мы, как увидели новую модель на обложке журнала «Металлургия и свиноводство», все ебанят на ***. Умеем, когда хотим. Все радости на свете приберег, коммерческий на блюхера ларек. Вот это самое и является основным совершенством этого автомобиля. Ах, Арбат, мой Арбат. Вот песни с этим шлягером сейчас звучат с компактных аудиокассет из каждого ларька нашего города. И эти же строки приходят при взгляде на новую отечественную модель с кузовом нетрадиционной ориентации. Универсал повышенной вместимости Арбат. Москвич Арбат. Этот, не побоюсь этого слова, сюрприз, к юбилею смерти нашего дорогого Леонида Ильича Брежнева подготовил коллектив завода «Малори». Паритражных автомобилей Ордена Красного Знамени «Москвич». А производиться он будет в городе Сухинич. В крепких руках сухиничан побежит новая модель по нитке конвейера. А уже через 8 лет первые владельцы получат первые экземпляры данного транспортного средства. И сегодня наше творческое объединение «Гости радио» предлагает нам, автолюбителям, собраться, так сказать, нашим теплым кругом, чтобы поговорить о новинке «Тет-а-тет». И для начала этого дружеского диалога я предлагаю сначала открыть гостеприимную дверь этого автомобиля. И здесь нам сразу бросается в глаза возможность поворота передних табуретов водителя и пассажира вокруг своей оси для, так сказать, удобства входа. И я это не побоюсь сказать выхода в данный автомобиль. Как говорил великий промышленник Ге-Форд, если, так сказать, то можно и, но лучше не надо. И здесь я не могу с ним не согласиться. Кстати, внешние панели данного автомобиля сделаны из высокомолекулярных полимеров. Или, как сейчас говорит молодежь, пластмассы. Материала, который известен каждой хозяйке. Конечно, у опытного автолюбителя такие бутылки есть разных типоразмеров. Я предпочитаю их хранить в пазухах заднего багажного отделения. Благодаря ему удалось сделать такой эффектный и агрессивный вид. А я и говорю, ты как беляш на вокзале, горячая, это самое опасное. Так и поженились. Дебют новой модели всегда праздник. Волнуются заводчане, покупатели и, так сказать, труженики прилавка. Скажите, когда новая модель появится в автоцентре «Русалочка»? Для всех нас это ажиотаж большой. И мы, как увидели новую модель на обложке журнала «Металлургия и свиноводство», все ебаные нахуй. Нахуй просто ебаные нахуй. И жена моя тоже, как увидела ее, сразу ебаные нахуй, пиздец, в ухо нахуй, как такое может быть. Как надо мало, бабенки мои. Сами же автомобили будут распределяться среди граждан в порядке живой очереди. Вот у меня здесь записана ближайшая выдача в понедельник. Да, в понедельник 5 января 2054 года. Чумазово, увы. А не ваша ли эта жена? Откуда вы знаете? Здесь! Нет, я не женат. Я не женат. Вопрос от постоянных телезрителей. Вот телезритель Чмокин из Нарнианмара спрашивает. Еще с детства, еще с детства, я заметил, что мне старые женщины нравятся больше молодых. Бывает, огород соседка пропалывает, а я стою, смотрю и... А, вот. Так вот, наш телезритель Чмонкин спрашивает. А дорого ли будет стоить обслуживание новой модели? Из-за использования в конструкции новинки современных материалов, таких как пластмасса... Пластмасса... Мы будем драть, мы вынуждены брать повышенный тариф. Речь может идти о двузначных суммах. Ну что ж, как говорил бывший муж Софии Ротару, за красоту надо платить. А в следующей передаче наш автоюрист... Наш автоюрист Муравейников и... Расскажет, как переписать на себя машину усопшего тестя, когда вы уже в разводе. Дорогие телезрители, мы очень надеемся, что вы напишите новые темы, которые мы должны осветить в следующих передачах. А я передаю слово своему коллеге. Даже когда машина стоит на месте, она напоминает хорька, приготовившегося к атаке. Задача, поставленная перед дизайнером Сидоровым и Зюзиным, я считаю, была выполнена великолепно. Если кому-то он нравится, то ездить на нем, конечно, можно и очень хорошо. То, что форма автомобиля состоит из гнутых листов, вот это самое и является основным совершенством этого автомобиля. Как видно, дизайн новой модели учел недостатки всех предыдущих моделей, которые могли пугать детей и собак. Теперь этого недостатка больше нет. Также, для облегчения нужд водителя в дальней дороге, руль и передняя панель по специальным направляющим может быть направлена как вверх, так и вниз. Что уменьшит утомляемость шофера на дальних переводах Юж-Корола, Фроловка, Ленинград, Сухиничи и других популярных туристических маршрутах нашей Родины. А как эффектно интегрированы клавиши управления аудиомагнитолой в ступицу руля. Такого решения нет даже в западных аналогах, как Форд Т, Форд Шлягер Жук и Форд Картина 1968 года. Достаточно нажать на одну клавишу на руле, и вот уже популярный шлягер звучит по всему салону из отсутствующих колонок. Кстати, многие пишут в редакцию с вопросами, какова максимальная скорость новинки, и она составляет немалые 175 км в час. Но если мы просто представим дорогу от Луны до Гомеля под углом 87 градусов, то на этом уклоне новинка разгонится и до 618 км в час. Если, конечно, пластмассовый кузов не сгорит в плотных слоях атмосферы. Причем возможности этого, в принципе, очень простого технологического приема далеко не исчерпаны. Впрочем, меня как опытного автолюбителя поражает разнообразие инженерных и технических решений данного автомобиля. Здесь вам и рычаг переключения, позволяющий выбрать целых пять передач на выбор. Курительный отдел с удобной пепельницей и прикуривателем. Информационное табло, извещающее управляющее лицо о ситуации, происходящей с агрегатами автомобиля. Чуть выше у нас расположена климатическая зона, через которую происходит выдув горячего воздуха на функциональные части тела управляющего лица, а также бросаются в глаза кнопки по левую и правую часть от руля, управлять которыми можно как левой, так и правой рукой. Не правда ли удобная задумка? Умеем, когда хотим. Особенно приятно, что на приборной панели водителя есть не только полюбившиеся уже индикаторы заряда аккумулятора, запаса бензина, но и электронный тахометр. Вычислительные способности этой машины превышают возможности ЭВМ 60-х годов. А рогац Ереванского научно-исследовательского института математических машин впечатляет, не правда ли? И спонсор сегодняшнего выпуска – коммерческий ларек на улице Маршала Блюхера. Коммерческий ларек на Блюхера – это продажи сигарет поштучно, освежающие напитки из-за границы, шоколадные батончики, газеты и журналы, а также товары первой необходимости. Коммерческий ларек на Блюхера легко найти. Он находится между линией электропередач и неработающим светофором. Ты голодный, трезвый, злой, придержи характер свой. Все радости на свете приберег коммерческий на Блюхера ларек. В целом, технические решения данного автомобиля – это развитие других идей успешных мертворожденных проектов АЗЛК, как, например, универсал повышенной вместимости круиз. Например, двигатель здесь расположен, как и у ранних, и у поздних, и у всех других моделей «Москвич» спереди. Не правда ли? Удачное решение. Интересно, что участившиеся кражи дефицитных деталей в наших дворах, у наших автомобилей, привели творческий коллектив инженеров к очень интересным решениям. Как то скрытый дворник на лобовом стекле, который практически не видно проходящему прохожему. Ручки дверей, которые не подходят ни к одному отечественному автомобилю, а также их западным аналогам. Как он открывается? Как на «Москвич» чену мою? Непонятно. «Пиугиот», «Мацуда» и другие. Впрочем, о самих владельцах модели «Москвич Арбат» инженеры не забыли. Машина построена на агрегатной базе известной и очень популярной модели 2141. Так что запасные детали к своему автомобилю владельцы «Москвич Арбат» смогут снимать с машин соседей прямо в своем дворе. Правда, в связи с увеличившейся нагрузкой в салоне данного автомобиля, пришлось сделать заднюю подвеску совершенно новой на ресорах. Как у карет 17, 18 и 19 век. А если это решение использовалось так долго, то люди вряд ли могли ошибаться в нем. Особенное внимание инженеров завода было уделено плотному примыканию кузовных деталей. Не правда ли красивая, качественная работа? Ну вот и подходит наше короткое знакомство к концу, и уже скоро на площадках комиссионных автомобилей в Капотне и Симашках появятся новые «Арбаты». Мне новая модель по правде очень нравится. А вы пишите на наш почтовый ящик, какие еще автомобили отечественного автопрома и иномарки вы хотите увидеть в нашей передаче.